Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема сегодня. 3000 литров спирта перевозили в инкассаторской машине. Попытку ввоза нелегального груза пресекли дагестанские полицейские. Топить дровами и углем больше не придется. В село Алихан-Махи Акушинского района провели газ. Если бы я был президентом. На всероссийском конкурсе видеороликов на данную тему победила студентка ДГУ. Новый пункт в базировании Каспийской флотилии. Шесть причалов построили в городе Каспийске. Они будут использоваться для швартовки боевых кораблей. Пока продолжается возведение новых гидротехнических сооружений и береговой инфраструктуры для стоянки и обслуживания. Северный и Южный Молы длиной в 3 километра защитят более 700 тысяч квадратных метров внутренней гавани от волн и наносов. Работы на Северном Моле уже завершены, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Спирт в пятилитровых бутылках. Перевозку контрафактного алкоголя пресекли в пригороде Махачкалы. Сотрудниками полиции была получена информация о том, что из соседнего региона в Дагестан заехал микроавтобус, в котором под видом инкассаторской машины перевозили нелегальную продукцию. При досмотре в багажном отсеке было обнаружено 165 коробок с пятилитровыми бутылками спиртосодержащей жидкости. Общий объем обнаруженного алкоголя составил более 3000 литров. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина должен был доставить ценный груз заказчику, который ожидал товар в Сергокалинском районе для последующей реализации в оптово-розничной сети. В селе праздник пришел газ. Долгожданное голубое топливо подвели к домам жителей селения Алихан-Махи Акушинского района республики. Теперь горянки смогут готовить блюда на газовой плите и обогревать дом уже не дровами. По этому случаю в горном ауле прошел торжественный митинг. Более подробно расскажет Ассель Манапова. На торжественный митинг по случаю подачи газа в Алихан-Махи собрались все жители села. Этого события они ждали не один год. И вот строительство 10-километрового подводящего газопровода наконец завершено. Причем люди оплатили только подключение газа к своим домовладениям. Все остальные расходы взял на себя инвестор. В первую очередь хочу поблагодарить Всевышнего, что я стал причиной многих населенных пунктов, те программы инвестиционные, которые мы проводим, что Аллах нам помог. И что в такой прекрасный день собрались люди. И в такой прекрасный день мы, как сказал глава вашего села, это исторический день для жителей Алихан-Махи. Трудиться приходилось в очень сложных условиях. Горные перевалы, отвесные скалы и лавиноопасные участки. Подобные работы по газификации бригадами Арсена Магомедова проводились ранее в селах Бутрии и Гентам. За особые заслуги перед республикой Мецнад был награжден золотой медалью регионального фонда «Награды от народа». От всего руководства, можно сказать, района, из представителей Махачкалы их поздравит. Еще поздравит с тем, что он получил такую высокую награду в нашем селении. Это для нас очень большой событий. Потому что они сделали все от себя зависущее, привлекали людей к работе. Просили, делали все и сделали. Подобные проекты планируется реализовать еще с шести населенных пунктов Акушинского района. Но уже после Нового года. А жителям этих сел, как и Алихан Махинцам, останется только оплатить внутреннюю газовую разводку в своих домах. Сегодня у нас, как вы видите, все праздник, настоящий праздник, которого у нас никогда не было. Огромная благодарность. Спасибо от имени всех сельчан, от имени всех стариков, пенсионеров, детей, которые здесь проживают, тем людям, которые приложили свою руку и построили нам вот такой газопровод. Но и куда же уже без ставшим традиционным ритуалом приготовления яичницы. Сельчане ждали этот день очень долго. И все мы очень рады. Мы даже не можем подобрать слова, чтобы выразить нашу радость. Настолько это для нас важное событие. Потому что с приходом газа это улучшатся наши бытовые условия. Это значит обогреваемая вода. Это значит тепло и уют во всех комнатах. Дом у нас будет теплый. Как вот озвучил наш завуч, мы заходим сразу в теплый дом. А так нам огромную кучу времени мы тратим на отопление, на все вот это. Мы очень рады. Топить печи дровами и углем необходимости больше нет. Теперь все это заменит газ. Асель Монапова, Дауд Гасанов, Новости, ННТ, Акушинский район. Лучший видеоролик страны. Студентка ДГУ Аминат Таймасова стала победителем всероссийского конкурса «Если бы я был президентом», который прошел в Санкт-Петербурге 17-19 декабря. Всего на конкурс было подано 15 тысяч работ. Из них в финал прошли около тысячи. Аминат победила в номинации видеоролик на тему «Моя предвыборная программа». Она участвовала в конкурсе и в прошлом году. Тогда она заняла третье место среди 35 тысяч участников. Девушка получила сертификат на прохождение стажировки в органах государственной власти и в крупнейших организациях страны. Знание родного языка – это залог сохранения культуры. Сегодня на площадке Дагестанского государственного педагогического университета прошел форум, посвященный табасаранскому языку. Зачастую научить детей родному языку – это прерогатива родителей. Дома нужно говорить только по табасаранскому. Табасаранский – так считает проректор по учебно-методической работе Ибрагим Дибиров. Он также отметил, что проблема сохранения табасаранского языка актуальна как внутри республики, так и за ее пределами. Здесь уже стоит привлекать к процессу национальной СМИ, как площадку для пропаганды грамотной, устной и письменной речи. По традиции гостей форума встретились студенты в национальных костюмах, прочитали стихи на табасаранском языке и представили стенды с родной литературой. Здесь один выступающий говорил о том, что после Амарской группы, это астранская группа, вторая по значимости, по количеству, которые хотят изучить. Это очень отрадно. В республике очень большое внимание, конечно же, уделяется сохранению языков. Мы непосредственно по нашему министерству, мы поддерживаем Центр изучения родных языков при Дагестанской государственной университете. Более того, мы в этом на следующий год увеличили в два раза финансирование, финансовую поддержку. Мы впервые заложили соответствующие деньги за последние три года. Это более 600 тысяч рублей на издание литературы на национальных языках для того, чтобы сохранить и развивать. Мы финансируем проекты, которые направлены на переводы мультфильмам на родных языках. Бег ради жизни – благотворительный забег, посвященный тяжело больным детям, прошел в Дербенте. Организатором выступил фонд «Инсан» при поддержке Министерства спорта республики и администрации города. Победители и призеры среди мужчин и женщин были награждены памятными медалями и кубками. Кульминацией забега стало закрытие сборов в размере 155 тысяч рублей в мобильном приложении фонда «Инсан». Спонсорами мероприятия было дополнительно выделено 100 тысяч рублей на лечение подопечных фонда. Все средства, спонсорские средства – это все те компании, организации, которые пожертвовали средства в помощь тяжело больным детям. То есть все эти средства, они будут направлены на оказание лечения, реабилитации или же покупки медикаментов тяжело больных детей. Все эти средства на финише в онлайн-режиме будут направлены на завершение тех сборов, которые фонд «Инсан» объявлял. Махачкалинские рукопашники отличились на Кубке Дагестана. Турнир среди допризывной молодежи памяти братьев Нурмагандовых прошел в Каспийске. 30 комплектов награда спаривали более 200 спортсменов из 25 военно-спортивных команд Республики. Сильнейшего на татаме определяли участники разных возрастных групп – дети и взрослые. По итогам турнира лучше других себя проявили воспитанники махачкалинских спортшкол. У них первое общекомандное место. Вторыми по количеству наград стали представитель Каспийска – бронза у Карбудакенского района. Боксер Муслим Гаджимагомедов узнал имя своего соперника по дебютному бою в профессионалах. Серебряный призер Олимпиады в Токио проведет шестираундовый поединок против колумбийца Дейбиса Биракаля. Турнир пройдет в пятницу, 24 декабря, в Москве. А в главном поединке вечера на ринг выйдет еще один дагестанец Альберт Батаргазиев. В своем пятом профессиональном поединке триумфатор игр в Токио оспорит титул интернационального чемпиона по версии IBF. Соперником нашего спортсмена станет опытный венесуэлис Франклин Манзанила. Это была последняя информация в этом выпуске. Смотрите нас на официальном сайте nnttv.ru Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин